всем добрый день сегодня след за лекцией по тематическому моделированию как раз будет семинар по тематическому моделированию сегодня мы посмотрим на модель big rtm библиотеку big rtm которая позволяет работать с тематическими моделями принципе она достаточно прикольно и хорошо работает вот и попробую учить несколько тематических моделек сразу говорю что в кто захотит семинар я раньше dvc использовал конкретно здесь не получится что очень-очень много весит файлик которые нужно скачать рекомендую там гитхабе есть ссылка на это репозиторий где эти данные хранятся вы можете себе в google диск добавить и потом просто пути заменить чтобы у вас это работало то есть у меня вот я буду свой примонтировал вот my drive для это сделано и там будет у меня дата сетс но лично у меня вас бы в другом месте и вот машин лернинг там для двух семинаров к сожалению dvc плохо работает поэтому тут просто надо монтировать диски и тут куча данных просто надо перед обучены потому что иначе это будет очень долго вот монтируется диск вот этой командой там вы просто форма высвечивается вы оттуда данные можете забрать вот но в целом давайте начнем статья сегодня не запустил сейчас что-то упадет будет обидненько есть не упадет нет не упала просто загружаем наши данные нагрузится ну и там вы увидите а наверное не буду даже запускать потому что она будет долго работать просто пройдусь но но поверьте нового работать не работает пишите мне вот смотрите у нас есть выборка в которой есть тексты это просто новости из ленты.ру за последние 20 лет эта выборка была в 19 году открыта как раз в 19 году когда делал семинары первый раз вот я их оттуда и взял вот собственно что у нас там есть во первых есть тег этой новости ну то есть о чем это ну там если зайдете на сайт ленты.ру например на основе там тоже будут теги разные что это россия политика либо еще что-то вот эти все теги здесь прописан ну есть размер текста здесь не очень большие тексты порядка там от 1000 до 3000 символов особенно помню вот есть дат публикации этого текста вот вся информация которая у нас есть тут describe ничего нам не выдаст ну ну размеры зато у нас есть там максимальный размер который большой но в целом видно что новостные заметки занимает порядка 1,2 килобайт то есть 1200 символов ну это порядка 70 процентов 75 процентов страниц на одной странице а4 печатного текста порядка 1,6 килобайт вот полтора килобайта это одна страничка ну здесь значит где-то 70 процентов странички от формата а4 вот такие вот новости у нас ну и красиво сговорился тематическая модель ну плохо работает когда очень короткий текст то есть цветы там порядка 200 символов вот так плохо работа с ними работает хорошо окей давайте посмотрим какие у нас есть здесь топики всего их там 94 штуки вот первые 10 можно выделить тестовский бокс аналитика рынка и вот этого все вот белку там и и так далее так ну и дальше предобработан он дальше идет предобработан ну смотрите тексты они как бы с ними плохо работает да с ними надо и как-то их токенизируем о том что мы говорили что у нас текст нужно представить как последовательность токена вот для этого мы используем токенайзер на основе регулярного выражения который там делит я где-то про него уже рассказывал ладно еще раз расскажу грубо говоря он идет регулярным выражением и делит текст на токены просто вот берем а з а я вот все что подряд идет моему в 17 семинаре вы рассказывали как раз я помню должен был рассказать потому что на вашем здании нужно этим пользоваться поэтому я должен был рассказывать ну и ну это смотрите это токенизатор на токи нам еще надо предложение отдельно выделить да ну то есть поэтому научу сам токенайзер которые ну то есть это на предложение делит это на слова деле ну конечно не очень хороший но такая сам токена из но в целом тоже неплохо вот но и собственно зрите для текста сначала что мы делаем текст его в ловер кейс переводим потому что нам предпочтить будет сейчас неважно для определения топика маленький большая буква и так далее так далее вот сначала мы делаем делим на предложение потом делим на слова грубо говоря сначала мы разделили на списке получили подтекст и предложений потом по списку предложений получили список токенов для каждого предложение ну и конце чтобы привести все к нормальному виду мы можем убрать стоп словах которые есть в нлтк и также привести к нормальной форме форме это удалить окончание и так далее то есть нам в принципе для анализа тем не важно то есть кончание слов и так далее падежи и так далее то есть нам важно важно само слово это нам вот эта штука нам помогает уменьшить словарь то есть меньше словарь тем проще обучать вот и нам в принципе не особо важно что там с этими окончаниями и так далее понятно что имею ввиду это конкретно для тематической модели, для пост-тегов особенно, это делать нельзя, то есть так не надо делать. Что здесь я сделал, понятно? Разделил на предложение, разделил на слова, выкинул лишний, удалил всякие падежи, окончание и так далее. Вот здесь я внес комментарий, как это все закодено, но предупреждаю, лимитизация порядка двух часов, не рекомендую делать, делайте вот так. То есть сразу у меня тырки. Ну и в конце получится вот такое. Смотрите, вот что было до. С 1 сентября на всей территории России вводится что-то там в 99-м году. А здесь 1 сентябрь, весь территория Россия и так далее. Видите, здесь уже нету падежей. Мы все привели к одному виду. Вот здесь 15-й представитель национал-большевистский, то есть национал-большевистской партии, наверное, что-то такое национал-большевистский. То есть все приводится к одному виду, к одному падежу. Понятно, да? Окей. Ну и теперь мы получаем тексты, топики, всякие теги, которые у вас там есть. Шафлим это все, перемешать надо. Часть на train, часть на тест. Тест, понятное дело, на всем обучать мы не сможем. Но давайте мы построим, например, латентное представление Терехле. Сегодня Ксения Александрович рассказывал. Помните, что это такое? Будем считать, что рассказывал, потому что я знаю, что рассказывал. Вот. И теперь мы хотим сделать предсказание. Давайте мы построим модель, которая предсказывает топик, то есть тег. Ну, значит, классификация на 60 с чем-то классов. Почему бы ее не решить? Правильно? Вот. Делаем, включаем простую задачу классификации. Текст. Отложили, взяли 300 тысяч текстов для обучения и 10 тысяч текстов для контроля. Сначала делаем простой векторизатор, который count-vectorizing. Просто нолики, единички. Есть слово. Мешок слов просто. Помните, да? Мешок слов. То есть просто есть слово, нет слова. Вот. После чего на нем мы можем обучить латентное представление Дерехле. Которые близкие, которые, в принципе, можно рассматривать тоже как тематическую модель. Не буду сейчас повторять целую лекцию. Касим Вячеславович точно из диска слайдов на эту тему. Я думаю, только что вы услышали. Все помнят. Но смотрите, а что на выходе латентного представления Дерехле? Он немного эти вектора изменяет. То есть, грубо говоря, он строит новое тематическое представление этих векторов. То есть, грубо говоря, новые имбеддинги вы получили. То есть здесь у вас глупые имбеддинги, которые просто по словам. Потом вы используете LDA и получаете новое векторное представление. Грубо говоря, что каждый компонент отвечает за свою тему. Можно так интерпретировать. Получили новое признаковое описание. Здесь у вас был словарь большой, то есть у вас была большая размерность. Здесь у вас размерность стала 20 всего. То есть у вас 20 признаков есть. И теперь на основе этих 20 признаков мы строим Random Forest. И давайте посмотрим, какое у нас качество вышло. Ну, качество получилось порядка 52%. Это достаточно большое, потому что у нас здесь классов много. То есть 169 классов. Вот. И... Но на самом деле я чуть накосячил. Здесь, видите, есть наны какие-то, которые желательно выкинуть. Ну, и на самом деле это Acreasy тоже вранье немножко, потому что у нас есть один класс. Если мы все на него, все предсказания сделаем на него, то получим достаточно большое высокое качество. Но именно поэтому есть такие Macro Average и Weighted Average. Weighted Average это Precision Recall и Fмера относительно с весами классов. А Macro Average это просто по всем классам средний. То есть неважно. То есть у нас там пять объектов в классе, а он имеет такой же вес, как и пять тысяч объектов в классе. Понятно, да? Ну, в этом случае у нас тоже видно, что качество плюс-минус... не очень хорошее, но для 69 классов 6% это тоже хорошо. Понятно, что нехорошо. Было бы 20, то уже можно было бы говорить, что хорошо, но 6% тоже неплохо. Ну, лучше, чем рандом. Какой будет рандом на 69 классах? Ну, порядка полутора процента. Ну, здесь в четыре раза лучше, чем рандом. Поэтому, в принципе, что-то там предсказывают. Так, по латентному представлению понятно, что мы сделали? Вот последовательность действий, что мы вообще хотели сделать и что сделали? Задачу следующую, образу поставили, классифицировать тексты новостей по тегам. Что для этого делать? У нас есть count-векторайзер. Мы сначала просто встроим словарь слов и считаем, есть ли это слово в выборке или нет. После чего, при помощи латентного представления в дирехле, мы получаем так называемые вектора тем, документ. Почему так называемые? Потому что, ну, мы такую интерпретацию просто увидели. Которые близкие вектора по словам близко ставить, далекие вектора по словам далеко ставить друг от друга. Вот. После чего получили новое векторное представление текстов. И уже это векторное представление мы классифицируем. Есть вопросы здесь? Ну, я думаю, нет. Окей. Дальше мы используем... Опять же, тому очень-очень-очень долго, очень долго работает. вот, поэтому загружайте сразу. Это все отсюда. Строим мы тексты. Ну, тексты можете брать отсюда, вот, а дальше... Сейчас, подождите. Ну, неправильно. Последовательность неправильный ячерик, то есть, вот это генерит вот это, ребят, если что, не путайте. Вот, то есть, вот это должно вот так идти, последовательность неправильно. То есть, вот это обрабатывает очень долго, строит... Тут очень много... Тут очень долго будет работать, тоже порядка часа. Что мы здесь делаем, давайте? А, нет, все правильно здесь. Сейчас просто здесь просто название, сейчас не читаю. Нет, нет, все правильно. Все правильно было написано. Это я уже... Мы здесь пока не читаем. Открываем файл. Идем по всем... по всем нашим текстам. После чего мы удаляем оттуда всякие окончания. В общем, приводим к более адекватному виду, что там не было в конце с лошеном, в начале с лошеном и так далее. Бьем потом просто по токенам сначала. Ну, чтобы расставить там пробелы. Ну, мы же уже его по пробелам, помните, мы его протокенизировали и пробелами склеили, просто чтобы удобно было. Поэтому сейчас мы можем делать просто сплит по пробелам. После чего мы добавляем на лейблы. В качестве лейбла мы используем что? Используем дату. Ну, я так захотел просто. Вот. Берем дату написания. Просто я там в конце захочу проанализировать, как со временем менялись топики в ленте.ру. Дальше. Если тексты очень короткие. Помните, я говорил, на цветах работает плохо. Икси Вячеславович тоже рассказывал, что тематическая модель работает плохо на коротких текстах. Поэтому давайте отбросим тексты, в которых меньше 100 килобайт. Вот. Дальше. Каждый сотый документ мы кладем в валидацию, все остальные в обучение. Ну, и смотрите, формат следующий. Вы пишете doc.it, то есть это ID-шник, грубо говоря. Потом пишете сам текст. Потом указываете тег текста. Ну, я написал months, на самом деле там year. Это не months, но не важно. Вот. И все. Причем формат такой. Это такие строчки вы типа туда записываете. Понятно, да? Надеюсь, понятно. Окей. Ну, вот типа записали. Смотрите, рекомендую меня стырить, потому что оно тоже будет достаточно. Ну, вот это достаточно быстро, на самом деле, выполняется. Ладно, это не часто, это быстро выполняется. Да, тут же уж. Но все равно лучше открыть, сразу посмотреть. Ну, и давайте посмотрим, что у нас в файле находится. Ну, смотрите, док 0 типа, потом причина смерть, бла-бла-бла, вот тут идут токены, 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 а в конце написано 9 месяц 99-го года. Вот. и второй там тоже, там, что-то там, джеймс бон, бла-бла-бла, ну, тоже месяц, год. Окей. Дальше, можно посмотреть, сколько у нас всего данных в валидации получилось 6604. В обучении у нас получилось 653 795 текстов. Окей. Ну, теперь мы, собственно, генерим бачи, то есть, это просто синтакси с bigger тема, думать здесь не надо, просто в специальном формате создаются бачи. Типа, ничего интересного. Ну, просто, как в градиентном спуске работаете, а там, градиентным методом оптимизации, вот здесь тоже. Потому что они такие специфические и правильно. Вот. дальше надо словарь создать. То есть, да, bigger тем работает с файлами, не очень удобно, но просто предполагаю, что он может с терабайтами данных работать, поэтому он работает сразу с файлами. Вот здесь вы сгенерили бачи, правильно? Все-таки бачи, думаю, понятно. то есть, просто список, куски текста, которые он разделил как случайный образом. с файлами. Спасибо. 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 Дальше мы подаем вот эти бачи в генератор словаря. Вот. То есть, по вот этим бачам, которые вы генерили, он генерирует словарь. Токенов, которые у вас есть вообще в выборке. Понятно, ребят? Или ничего не понятно? Ладно, молчание, знак согласия. Значит, все понятно. То есть, здесь генерили бачи для теста, для трейна, чтобы потом подавать на модель. Здесь словарь создаем. Окей. Ну, здесь мы выборку создаем. Спасибо. 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 Ладно. Раз все молчите, тогда я быстренько расскажу. Дальше мы что? Можем загрузить модель, можем обучить новую модель. Как обучать? Мы добавляем разные метрики, про которые Костой Иосифович рассказывал. Там перплексия, можно заодно топ токены сохранять для каждой темы. И еще нам с парсити добавим по месяцам, потому что очевидно, что, скорее всего, в разные промежутки времени у нас разные темы документов были. Ну, как бы логично. Поэтому давайте мы такие вот штуки добавим. Окей, здесь мы это все начиная обучать. и дампим, но у вас уже это все задамплено, это можно не делать, можно взять из дампа модель. Окей. Ну, давайте посмотрим, как у нас метрики растут. Ну, видно, что с парсити у нас растет, то есть, чем больше мы обучаем, тем более у нас разрежено по месяцам и перплексия у нас типа очень быстро упала в ноль. Ну, ну, не в ноль, но просто изначально был очень большой, потом она очень редко начала падать. Вот, более интересно здесь посмотреть на токены, какие в каждой теме токены. Да, еще важно, я задал 200 тем. Вот. Ну, давайте посмотрим, какие у нас токены. Можно ли различить? Так, ученые, исследователи, исследователи, анализ, вывод. Ну, видно, что здесь что-то про науку. Лондонская Англия, тут что-то про Британию. Германия, немецкая, который Берлин, ФРГ, Меркель, Канцлер, Фоя, тут что-то про Германию. Давайте здесь, октябрь, здесь какие-то цифры, мусорная тема получилась. Здесь что-то про Индию, здесь что-то про управление, здесь, скорее всего, что-то про футбол, матч, очки, победа, встреча, ворот, что-то про футбол. тут какая-то мусорная тема, что-то про НАТО, скорее, что-то про Беларусь, или просто про СНГ. Что-то про Москву, видите, все с Москвой связано. Что-то про Газпром, Украина, Зеленский, Киев, это, скорее всего, 19-й год уже. В общем, по словам, каждая тема явно что-то характеризирует. Это вид, правильно? И давайте теперь мы на основе этих векторов, которые мы здесь получим, попробуем построить классификатор. Тоже на Random Forest, все дела. То есть уже просто не латерное представление Дирихле берем, а берем вектора из тематической модели. Обучаем. И смотрим качество на валидации. И качество стало на 2% выше, чем было у латерного представления Дирихле. Ну, то есть вот эта штука работает лучше, чем латерное представление Дирихле. Так, в целом, все, что я хотел рассказать. То есть как работает с тематической моделью и так далее. У вас там еще будет домашнее здание. Я думаю, у вас там вопросы появятся, и вы будете меня спрашивать все равно. И если сейчас вопросов нет, то, наверное, все. Всем спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.